Сына и Святаго Духа. Аминь. Я попрошу внимания немного. Это касается тех, кто преподает и тех, кто учится. Вы занимаетесь по Слову Божию. Это прекрасно. История и все. Но вы научите детей так, чтобы они видели это в жизни. Это не просто Израиль, а переведите это все на нашу страну, на Россию. Израиль страдал за отступление от Бога. Покажите детям, видите, какое бедственное положение. Они кое-что-то не поймут, а многое поймут. Вы видели пьяных детей когда-нибудь? Идет человек, шатается, падает. Такого человека видели когда-то пьяных? Я видел. Ну, видели. Вот видите как. Это человек, который не имеет страха Божия, не верит в Бога. А раз не верит, он не молится. А раз не молится, он одинокий. Одинокий он не бывает. Вокруг демоны, бесы. Они его хватают, тащат, и он рано умирает. И они пьяницы, старости Божьей не наследуют. Вот это, обратите на это, не просто тревожное, а катастрофическое положение в нашей стране. Речь идет о сотнях тысячах, которые умирают. Умирают молодые люди. Вы покажите, в Израиле было, когда отступали от Бога. Бог их наказал. Это Богоизбранный народ, евреи. Он их любит. И однако, любит он их строго. Он наказывал их. Они ходили в плен. Были войны, моры. Это все покажи на нашей стране. Чтобы дети научились молиться о России. Не просто израильская история, а история о России. Что люди Бога не знают. Вы счастливые дети, что у вас верующие родители, не пьяницы, не табакуры, не бьют вас в получку в аванс. Если вы не приблизите это к жизни, Слово Божье живо и действенно. Это просто внешнее. Он это тут же забудет. У меня был племянник. Он слушал, что я ему говорил, что драться нельзя. Он приехал туда вопрос и с другим поспорил. А там еще один ребенок. Он ему дал палку и говорит, ударь его. А что ты-то не ударишь? А мне нельзя, я христианин. Мне-то нельзя, но ты-то ударь его палкой по голове. Потому что он мне досадил, игрушку взял. Видишь, как свое я, оно начинает выползать. Вот я посмотрел, мне прислали. Евреи поставили ролик. Смилуйся. И вот светательный знак. Смилуйся. К Богу поет человек с бородой, пожилой. А рядом показана молодежь такая, сидит разного возраста. Смилуйся, Господи, над городом Давид, араба твоего помазанником. Над Иерусалимом. Арабские земли, которые по сравнению с Израилем, в 500 раз меньше. Там даже воевать-то не с кем-то. А он стоит от Израиля, Бога избранный. Да еще не туда идет. Еще Мессию не приняли. И мусульман больше, чем евреев, в сотни раз. А между ними нет мира. А мы просим мир на Израиль. А мы будем просить мир на Россию, на Украину. Люди погибают. Маленькие дети. Люди пошли в школу, дети, вон в Украине. Снаряд упал, и лежат мертвые дети. Книжки разбросанные. Смотреть без слез нельзя. У нас нет этого. А оно подойдет, когда мы скажем, как же я не ценил вот это мирное время. Ты их введи в реалии сегодняшней жизни. Так это политика. Очень хорошо. Политика это умение управлять государством. Ну а так, государство значит городом, домом, семьей и самим собой. Вот это и есть политика души. Чтобы вы, Господа, видели его, любовь его видели везде. Я немножко вам хотел сказать это, чтобы это дома подчеркиваете детям. Что у вас есть родители. Вы знаете, что в детдомах делается? Вам детям даже слышать нельзя про это. А там над ними это делается. Вешаются дети, убегают. Их продают. Это просто наполнен вес и пир. Это фильм такой, деточки, я рассказывал. Они организовали из себя и начали наводить порядок. Это страшно. И вы все время благодарите, что у вас есть родители. Что сегодня вы поедите. Есть дети, которые лежат одни косточки. Каждый день умирает от голода. Примерно 80 тысяч человек. Тысяч. Вот представьте, 80 тысяч лежит. Пройти негде. Это все трупы. Почему? Мы не знаем почему, но знаем, что без еды, без хлеба очень плохо. Научитесь сострадать этому, что есть там люди. Господи, помоги им. Пошли необходимое. Почему это постигло? А у нас есть. Мы благодарим тебя. Наполните уста свои благоухарным благодарением и словословием. Чтобы дети в жизни увидели Слово Божие. Святую Библию в руках держите. Не бойтесь произносить имя Бога и Его. Возносите Его святое имя. Вы поете Бога и Его. Радостно слышать. А вы, которые до нас были, они скрыли это святое имя Божие. И начинают сегодня мудрить. Господь умер за нас. Мы дети Его. Мы должны вести себя благоприлично. Что бы ни было, где-то вышел. Я христианин. Мне нельзя. Потому что Господь не повелевает. Я ушел. Во славу Божию. Сегодня прочитаем мы Житие святого преподобного Сергия Радонского. На прошлом занятии мы начали, но у всех не было детей. Поэтому, чтобы все слышали. Сотни лет назад от предгорий Урала до Карпатских Червонной Руси шумело и волновалось на Южное море. Стеной стояли хвойные боры, вековые дубравые рощи. В таком дремучем бору поселился 20-летний юноша Варфоломе со старшим братом Стефаном. Будущий молитвенник и заступник за землю русскую родился в 1314 году в семье благочестивых ростовских бояр Кирилла и Марии и получил имя Варфоломей. Родиной его было село Варницы поблизости от Ростова Великого. Там прошли его младенческие детские воды. Там было указано миру на его высокие жребия. Еще будучи в очлеве матери, он трижды вскрипнул, когда она молилась в церкви, явив себя служителем Пресвятой Троицы. В семь лет родители отдали его учиться грамоте. Варфоломей был прилежным, старательным учеником. Он успевал в учении плохо. Он не мог запомнить даже буквы. Все они перемешивались у него в голове. Часто в тихомолку он плакал, доказанные учителем. Но больнее всего были насмешки сверстников. Однажды под вечер отец послал его Сыскать куда-то запопавшиеся жребята. С поводом на руке мальчик обошел окрестные пути. Грустно было у него на душе. Не о жребятах, а об учебе думал он. Каждое утро его схватывала тоска от мысли, что нужно опять идти в школу. Кстати, как у вас успехи в школе? Вы молитесь, когда идете в школу? Вы просите Господа благословения, чтобы Господь просветил ваш разум, дал вам успеха в школе, чтобы вести себя хорошо в школе, быть примером во всем, как христианин. И у вас бывают драки. Бывает у мальчиков? Нет? Это хорошо. А бывает, что вас обзывают в школе? Как вы к этому относитесь? Бывает, да? А насмешек нет над вами, что вы как верующие люди? Нет? Ну, молодцы, это хорошо. Итак, продолжаем. Вот так Вархоломея была делка. Поднимите руки. А кто же те Вархоломея знает уже? Старшие знают. Да ну хорошо. Неужели я такой уродился, что не способен к грамоте? Думал мальчик. Может быть, всю жизнь суждено мне упасти свиней, гусей, да бегать за этими же ребятами? За околицей села шумела листвой вековая дубрава. От самого большого дуба вдруг отделился монах в черном с куполем, с закрывшим лицо его. Мальчик не встречал его здесь раньше никогда. Чего не весил Вархоломея. Назвал его по имени незнакомец. Родители побронили, или ребятишки задирают. Нет, отче, сказал мальчик, и горько расплакался. Поделился с незнакомцем своим горем. Незнакомец вынул из-за пазухи небольшой, светлый, прозрачный, словно сделанный из чистейшего хрусталя, ковчежец. Взяв тонкой белой рукой из ковчежец частицу просфоры, вложил ее Густаво в Вархоломе. Благодать Божия, да почиет на тебе чадо, сказал он. Отныне не печалься. Господь дарует тебе разумение. Сам будешь учить других людей. Ангел Господень, явившийся в Вархоломею в виде схемника, исчез. А мальчик почел в душе свою окрылившуюся его радость. С того дня он бодро пошел вперед в учение, обгоняя смеявшийся над ним мальчишек. Под старость родители Вархоломея обедняли. Даже более того, опасаясь за жизнь свою и детей, они покинули родные места и переселились в село Радонеж. Вархоломею было 14 лет. С детских лет, когда у большинства подростков на уме игры, забавы, а его сердце пламенело любовью к Богу. Дамней мечтой Вархоломея было удалиться в пустыню, чтобы полностью отдаться постническим подвигам и молитве. Однако он был единственной опорой престарелых родителей и не мог оставить их одних. Лишь по кончине отца с матерью перед смертью постригшись в монашество устранилось это препятствие на пути благочестивого юноши. Основанием многих знаменитых монастырей предшествовали знамения свыше. Так и над холмом Маковцы, куда пришли Вархоломея и Стефан, люди давно замечали свет, а иные ощущали необычное для этих мест благоухание. Несомненно, это место было определено Божиим промыслом для возведения обители. Помолившись, привычные к труду братья взялись за дело, дробно забили, застучали в глухом бору топоры. Работы было много. Свалить дерево, обсеть сучья, потом рубить венцы, накатывать бревна. День за днем, венец за венцом, поднимались в лесной глуши небольшая церковка. Освященный Вадиме живоначальной троицы, несказанной радостью, радовался юный подвижник, когда увидел освященный дом Божий, писал святик и Платон. Так в 1337 году была основана троица Сергия Валавра. Это сейчас на Украине. Осенью того же года Ягубин Митрофан пострег в Арфоломея в монашество и нарек его Сергия. Это имя стало дорогим для многих поколений русских людей. И по сей день в кафедральных соборах и рядовых приходских церквах звучит из глубины православных сердец неумолтающее преподобный Отче Сергия Моли Бога о нас. Покинутый братом Стефаном, который не вынес трудности в пустынческой жизни, Сергий остался жить один. Изведал он одиночеством нашествия демонов, пытавшихся изгнать его оттуда и злобу лесных зверей. Но с Божьей помощью и молитвой все превозмогал молодой отчинник. Одиночество забывалось за ежедневной работой. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. Евангелие от Мофея 5.14. Мала была обития Сергия и невелика церковь, но слух о высоте молитвенного подвига пустынника уже пошла по всей Руси. И вскоре к дверям его кельи притекли первые послушники. Вот здесь изображен Сергий Радонежский. Не хотелось Сергию расставаться с полюбившимся ему уединением, но памятая, что он должен служить всему миру, святой угодник, по словам спасения, приходящего ко мне, я изгоню вон. Евангелие от Иоанна 6, глава 37 стих. Не отверг пришедший. То есть к нему притекли, услышав о нем, люди, которые также хотели с ним вместе подвизаться. Несколько лет, но часто мы слышим в проповедях и здесь, кто говорит часто о благовестии, то есть человек, который уверовал и ведет благочестивый образ жизни, исполняя заповеди Господни, он обязан говорить о Христе другим. Это называется как? Благовестие, правильно. Благовестие. Вы, наверное, помните, как ходили в Потеряевке, да? На благовестие. Кто ходил? Старшие ходили. О! Видите-ка. Возвещать людям. Вот это главное, дети. Это главное. Конечно, молитва это главное. Он смеяется, молитвы, беседует с Богом, а потом идет, возвещает другим, чтобы также и другие услышали. Они же многие не знают об этом. Несколько лет богослужения в лесной обеке совершал приходивший сюда игумен Митрофан. Когда же он скончался, братья упростили Сергия стать их игуменом. Преподобный Сергий, мирный, верный монашеским обетом, жил очень скромно и бедно. Резовно сел до тех пор, пока не было никакой возможности ее чинить и штопать. Справедливо полагая, что нет дороже сокровища, чем чистая совесть он не собирал в богатство земле. Издалека прибыл в обители один поселянин, который слышал о преподобном Сергии как о великом пророке и очень хотел его видеть. Миновав святые врата, он спросил, а где сейчас игумен? Копает землю на огороде, сказал ему молодой монах. Поселяний пошел, куда ему сказали. И в самом деле на огороде какой-то старик, ветхый, со множеством заплат, резик, прилежно работал лопатой. Хришлец подумал, что над ним пошутили. Не может же настоятель известного на всю Русь монастыря одеваться в такие обноски. На колокольне неожиданно ударили большой колокол, хотя до вечерни было далеко. К святым вратам побежали люди, засуетились, разволновались. От врат рваной бархатной шапки, подбитой кунице, развивающейся из тонкого зеленого стукна плаща, опоясленной саблей, размашистого, шагал высокий мужчина с русой, крючавой бородой. Кланяйся невежда, прошептал кто-то на ухо по целянину. Не веришь, что ли, протезей, сам князь в обиде пожаловал. А князь, минув сельс, сбежавшихся приветствовать его людей, прошел на огород, склонил голову под благословение отставившую лопату в сторону старца. В недоумении смотрел по целянину на эту картину и дивился смирению Игунина Сергия. Когда в разросшемся монастыре стал ощущаться недостаток воды, и братья, возрабтанные на этом, воду населения очень далеко из-под горы. Преподобный вышел за монастырскую ограду, преклонил колени у ямки, в которой скопилось немного воды, вознес молитву Господу Творцу. В ямке тут же закипел, забудлил изведенный из земных недр ключ, разлившийся в ручей, из которого отныне братья брали воду для своих мужей. Больше полувека прожил святой старик в своей обители. Здесь он встречал своего старшего друга и собеседника митрополита Алексея Великого князя Дмитрия и посланца патриарха Филофия. Здесь посетил его небесный гость и обидчица наша Городица. Вот до сих пор на это мы остановимся и в следующий раз мы закончим. Это сейчас повторим то, что мы прочитали. Как мы рассказали, о чем мы прочитали, о ком мы читали, с кем мы познакомились. Жития Сергия Сергия Радонежская Правильно Радонежская Как ему когда в детстве он был семилетним его отдали в школу как же он учился сначала очень очень плохо очень плохо а потом потом он встретил ангела который помолился за него Богу и Сергий стал хорошо учиться. Но перед этим что он умолял кого? Он умолял Господа. Он очень много молился. И что? Он также обаловался с детьми бегал играл Ванечка как он себя вел? Он посвятил себя молитвом Господу. Он молился все время он даже с детьми не бегал не играл а все время уединялся и молился совершенно правильно и после того как его посвятил Господь дал ему разумение то что он стал преуспевать в учебе конечно он стал преуспевать и все насмешники от него отстали да как же он так лучше всех он стал учиться и так на пятерке он закончил школу и пошел куда он после того как его родители умерли то куда он пошел посвятил себя кому? Ну говорите смело посвятил себя Богу ну правильно только громче говорите что ж вот так тихо про себя громче посвятил себя Богу и уединился чтобы предать себе молитве беседе с Богом и когда он смирился уже настолько был таким великим подвижником к нему стали стекаться люди что Рад его оставил и ушел, а люди, которые стали стекаться к нему, все больше и больше прибывало народу, несмотря на то, что он любил уединение, но он смирился во всем пред Господом, принял всех этих людей, и они все стали вместе молиться, и за Россию, за мир возносили молитвы, и народ приходил к нему, и они возвещали об истине. Невозможно, говорит, городу укрыться на вершине горы, так и здесь. Невозможно было ему скрыться, потому что все знали о его великих подвигах, как молитвенники и как чудотворцы. Господь ему дал такой дар, что он творил даже чудеса. Итак, на этом пока закончим. Вспомните, который стих на одном я задавала, вы выучили? Поднимите руки, кто выучил? И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом. Проповедом народа, принят верою в мире, вознесся во свадьбе. Так, в следующий раз, чтобы все знали хорошо. А кто знает еще Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единоходного, чтобы всякий верующий в мире не погиб, но и меры взяли в вечер. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единоходного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна, 3, 16. Иоанна, 3, 16. Громче говорите, Игорь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единоходного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единоходного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Молодец, хорошо. Ну, всем пятерка. Молодец. А кто еще? Так, Ирина, ты какой еще стих знаешь? Расскажи. Там когда послушали родителям, что-то ты говорила. Не помню. Забыл? Кто еще какие стихи знает? Быстренько расскажите. Кто знает, наизусть какой стих еще? Че, кто в лагере был, не помнят? Что за учеба? На прошлом занятии-то, вы же как повторяли еще занятия, ну-ка. Маленько забыли, да? Смущаются они, видя этот аппарат. Ну, Акинина, сейчас помнишь, вчера мне рассказывала. Она мне учевала, рассказывала столько много стихов, а сейчас забыла. Забыла, да? Вспомни, Алиночка. Что дети должны быть. Сначала я не помню. Дети, повернуйтесь родителям своим господи, и посевок требует справедливость. Молодец. А забыла, где написано. Смущается она все. Мне вчера столько много стихов, но изусть рассказывала еще какие стихотворения. Удивительно, очень много рассказывала. Сейчас она просто смущается, забыла. Кто знает еще какие стихотворения? Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Повторим. Слово. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Какое слово Божие живо и действенно. И мы должны в жизни тоже самое применять. Так, кто на память скажет? Так, пожалуйста. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Как наедиться? Скажите. И засну туда. Повторили. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Первая Иоанна 1.7. Первая Иоанна 1.7. Еще раз повторили. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Первая Иоанна 1.7. Запомнили. На следующем уроке буду спрашивать. Дома повторили все. Заучили. И еще кто дополнительно учить дома, то это очень хорошо будет. Следующий раз буду спрашивать. Так, встали, поблагодарили Господа. Благодарю Тебя, Господи. Слава Тебе, Господи. Слава Тебе за все во веки. Аминь. Спокойно заходим. И стоим. Очень спокойно все. Маленькие, если только устали, можете присесть. Но не двигаться. Слава Тебя, Господи. Приедите по планете и преподинься к Маму Христу. И Богу души, мол. Боже, именем Твоим спаси меня и силую Твою суди меня. Боже, услышь молитву мою. Внимли слова мус моих. Ибо чужие восстали на меня. И сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог, помощник мой, Господь, подкрепляет душу мою. Он воздав за зло врагам моим и стяну Твоей истребит их. Я усердно принесу Тебе жертву. Прославлю имя Твое, Господи, ибо на благо. Ибо Ты избавил меня от всех бед и на врагов моих смотрела. О, камая. Услышь, Боже, молитву мою, не скрывайся от моления моего. Внимли мне и услышь меня. Я стенаю в горе си мое и смущаюсь от голоса врага, от притеснений нечестивого. Ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, смертный ужас и напали на меня. Страх и трепет нашел на меня и ужас объял меня. Я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя, улетел бы, успокоился бы. Далеко удалился бы, оставался бы в пустыне. Посты сшил бы укрыться от вихрей, от бури. Расстрой, Господи, раздели языки их, ибо я вижу насилие распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его. Злодеяния и бедствия посреди его, посреди его пагуба. Обман и коварство не сходят с улицы голом. Ибо не враг поносит меня, это перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мной от него и укрылся бы. Но ты, который был для меня, тоже, что я, друг мой, близкий мой. С которым мы разделяли искренние беседы, ходили вместе в дом божий. Да найдет на нем смерть, да сойдут они живыми в ад. Ибо злодейство в жилищах их посреди их.